Мне хочется сделать заявление. 25 марта 2022 года на блокпосту, на выезде из Мариуполя, военнослужащими ДНР был задержан Охременко Алексей Алексеевич. Дата рождения 18 октября 1989 года. Изначально ему пытались вменить уголовное преступление, но поскольку никаких доказательств не было, оставили в качестве военно-пленного. На момент своего задержания Алексей был абсолютно гражданским человеком. Единственным основанием для задержания, как пояснили власти ДНР, был тот факт, что Алексей проходил срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины с 15 апреля 2015 года до 9 апреля 2016 года. После этого никакого отношения к Вооруженным Силам Украины или Нацгвардии Украины Алексей не имел. Обращение родителя Алексея в Генеральную прокуратуру ДНР, к Уполномоченному по правам человека ДНР и в Министерство юстиции ДНР ничего не дало. Человек уже почти полтора года сидит в тюрьме, при том, что никаких оснований для его задержания нет. За все это время Алексею не дали ни одного свидания с родными и близкими. Никакого намека на правозащиту ему также не предоставили. Только письма. Письма и один раз в месяц передача. Это хуже, чем уголовные. В тюрьме четыре свидания в год, два длительных вообще-то. Лучше посадили. Как заявили мне местные жители, аналогичным образом в Мариуполе было похищено несколько тысяч гражданских лиц. Словосочетание «гражданские военнопленные» знакомо практически всем жителям Мариуполя. Власти ДНР тем самым совершают уголовное преступление. Они фактически похитили этих людей. На момент выхода этого видеоролика я уже подал обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет по поводу похищения Алексея Охременко и других гражданских лиц. Прошу всем, кому не лень, также обращаться в прокуратуру и Следственный комитет. Или хотя бы распространить этот ролик. Не обязательно с ссылкой на это видео на ютубе. Вы можете пересказать эту историю своими словами на своих информресурсах или на личных страницах. Вы можете вырезать этот отрывок и использовать его где вам угодно. Никаких авторских прав на этот отрывок я никогда не заявлю. Делайте с этой информацией что угодно, но, пожалуйста, распространите ее. Я прекрасно понимаю, что из-за моего конфликта с Александром Ионовым меня могут задержать, незаконно мобилизовать, как мне обещали это личные люди, видимо, посланные Александром, или сделать со мной еще чего похуже. Но я, будучи жителем города Москва, могу рассчитывать на то, что содержать меня будут в СИЗО, где у меня будут свидания с адвокатом, встречи с близкими, какие-то посылки, какая-то помощь от правозащитников. Иными словами, я, будучи жителем города Москвы, могу рассчитывать хотя бы на какую-то имитацию законности. Но в случае с Охременко и другими похищенными людьми, законностью тут и не пахнет. Незаконно похищенные люди должны вернуться домой. И да, на случай ретивости и особого людоедства местных властей в городе Мариуполь. Родители Алексея меня это обращение записывать не просили. Никакие обращения в СК и прокуратуру они меня делать не просили. Они не имеют к этой истории никакого отношения. Угрожать им, давить на них абсолютно бессмысленно и бесполезно. Этим вы ничего не измените. В таком случае вы просто покажете свое собственное людоедство, когда придете угрожать людям, у которых вы незаконно украли сына. Свободное от волонтерства время мы смогли сходить на море. Все жители Мариуполя говорят о тех ужасах, что принесла война в их город. Но есть в этой бочке дегтя и ложка меда. После разрушения промышленных гигантов, экология в городе стала гораздо лучше. А это была одна из основных проблем довоенного Мариуполя. Купаться в море стало вроде как приятнее. А прямо возле... Блять, Штефанова же ебнутся. Продолжение следует... Продолжение следует...